итак всем привет я сейчас собрала открыточку вот такую вот небольшую лайтовую но довольно таки милую для детских мастер-классов для простых детских мастер-классов для начинающих справу скрам букеров до из самых простых элементов передаются такие как бы наборы в которых высечки на такие мишки у меня есть мишки много мишек и продаются также они вот в виде листа и где надо вынуть войтики и в виде уже просто отдельных высечек в пакетике сейчас я не покажу может быть найду сейчас покажу а ну вот найду сейчас да ну вот только не мишки здесь вот такие вот набор для декора для творчества это у нас арт узор вот такие делал только мишки здесь были я уже вымала видимо вот различные и виде большой подложки 30 на 30 тоже там такие разные элементы и на основе этих элементов я хочу вам показать как можно собрать простейшую открыточку и довольно таки милые смотреть ее можно куда-то в букетик в подарочек прикрепить написать вот здесь вот и также мы будем делать летом на бесплатных детских мастер-классах по скрабукингу и так обрезки бумаги я использую ну любые небольшие вот такие остаются от каких-то альбомчиков там сейчас я замерю мне линейки нет если пополам уже тут восемь ну в данном случае восемь на десять вот меня это уже вот половинка то есть соответственно 10 на 16 вот этот весь листок любой можно вот все что обрезки остаются их используя не вымеряя просто беру обрезок вот бумаги который меня там от чего-то остался и сгибаю пополам совмещаю краешки и вот так вот можно палочка для беговки если нет можно ножничками вот так попа проводим чтобы здесь был ровный краешек но также конечно желательно чтобы другие краешки были ровненькие у меня есть инструмент хороший который всегда в этом помочь может это у меня вот такой резак от рукоделия здесь я вот просто ножничками вырезал не совсем ровно можно подровнять можно не ровнять можно вырезать вот но так будет ровный более ровный край это у кого есть кого нет просто ножничками так далее у меня элементы. Значит, это вот как раз каждый с высочками или как листок с высочками. То есть, есть вот такой вот элемент. В принципе, это как любой элемент. Ну, какой любой формы. Можно даже кружочек небольшой. Сам герой, который в центре должен быть композиции. И есть вот такие вот полосочки, которые нам немножко тут ограничения дают. И также, что здесь размещаться будет любая надпись, какую найдете, какая есть. И вот сразу же здесь ничего не использую, никакой из мини-континентов. Какой-то никакой пивной и ничего, как тон, потому что они уже высечки эти плотные. У меня задача как раз использовать эти высечки для детских мастер-классов, чтобы они у меня не лежали и чтобы детям было понятно просто и легко. Вот, наклеиваю сразу же высечку. Она у меня немного выходит за край открытки. То есть, не надо, не надо выравнивать вровень. Пусть будет неравномерно. Пусть будет чуть-чуть нарушение у нас формы прямоугольника. Это более интересно, чем равномерно все вписать в прямоугольник. Так, клей уже, конечно, тут подосох. Я тут клеила. И он немножко... Тим, выключи. Тим, тебе говорю. Так, вот, поменяла. Клей. Так, намазываем. Клей у меня не ПВА. Клей у меня строительный титан. Он быстрее складывается. Что гораздо удобнее, чем намекает ПВА, намачивает бумагу. Ну, некоторые детки, конечно, привыкли к крем-карандашам. Пользуются это, вот, например, детсадовские детки. Так. Есть у меня какие-то вот надписи. Да? Четверси вокруг нас, например. Вот она. Подходит здесь. Ну, это вот бегущая строка на строк бумаге. Можно распечатать любые надписи. Можно отштамповать. Я вот штамповала в прошлом году детям. Приклеиваю дальше. У меня есть есть коробочка. Здесь всякие вот у меня вырубки, которые сделаны с помощью этих драколов. Драколов. Вот такой вот мне нравится листик. Вот такой дракольчик есть. Я их навырубала. Тут куча лежат. Чтобы немножко придать объема, я вот просто пальчиком вот так приподнимаю лист. Намазываю только-только вот здесь в краешке, с краешку в одну точку делаю, одну капельку. Края не подмазываю, только основание. И вот так приклеиваю. То есть лист у меня видите, приподнят. Вот так вот приподнят на расстоянии. То есть не просто намазываю всю поверхность, как в самой детской аппликации, а именно вот так придаю объем. Опять клей только в основании листа. Подсовываю. Делать нужно быстро, пока клей не засох и можно подсунуть вот так вот листья. вырубку. Вырубка у меня совершенно разных из совершенно разной бумаги. Из блестящей, из белой, из края бумаги, из всяких картонов, в общем, из опаковок, из всего-всего. А делаю вырубку. Вот здесь добавим еще листочек объемный. Вот так вот уже красиво. и можно какой-то цветочек, допустим, взять. Вот тоже его лепестки вверх приподнять. Вот сюда доклеить. Или сюда, да? Даже сюда можно. Только серединку намазываю, приклеиваю. Вот уже. Уже почти готово. Что дальше делаем? Берем фломастер какой-то серый, да? И вот здесь делаем тень. То есть у нас медведи вот это все отбрасывает тень. И я вот по контуру вот так обвожу на поверхности основной открытки. Обвожу вот так вот контур медведя. Ну и вот этого флажка. Притеняю. Дальше. Но можно вот тут тоже обвести не так заметно. Немножко на краешки заходим. Пока слабо заметно. Но тень есть. Я как художник всегда не устаю повторять, что все предметы у нас отбрасывают тень. Дальше берем какой-то фломастер более насыщенный. Можно вот даже такой зеленый. Не знаю. Green. И не знаю какой вот. Ну в общем у меня подходит по цвету я вот решила. Вот такой зеленый не синий. И повторку делаю. То есть уже по тени обвожу вторым слоем темным. То есть тем самым усиливая тень. У нас есть серая тень чуть заметная. И я усиливаю вот этим темным фломастером. Также вот здесь усиливаю. Так нет в руки неудобно. Рука потрясывает вот здесь внизу подчеркиваю надпись. Придаю ей какую-то объемность. И в серединке можно сделать тут точку. Так вот здесь немножко рука скользнула. Поэтому утолщаю утолщаю вот это расстояние линию и сделаю более толстую. можно потолще потоньше вот дальше от бабочки делаем эффект полета. То есть мы отрывистыми движениями отрывистыми точками делаем траекторию полета бабочки добавляем как бы деталей. Ну вот у меня тут в принципе и так красивые а можно еще по краешку тут было пройти если бы они не такие были яркие листочки можно по краешку тоже пройти. Здесь можно чуть-чуть еще больше выделить чтобы был толще больше. Так вот сам вот этот флажочек можно по краешку тоже пройти отбросить вот здесь помешки тоже не прошлась вот здесь можно сейчас пройти выделить мишку отделить его от заднего фона до выделять его серий которым использовали можно еще раз пройти толщину прибавить чтобы эта тень у нас как бы постепенно растушевывалась расходилась превращалась в свет но не резко а постепенно то есть вот это уже небольшие художественные приемы что все предметы отбрасывают тень и мы эту тень просто прорисовали фломастером вот здесь у нас светлая сторона но можно вот как раз светлым фломастером либо карандашом не важно пройти чтобы просто чуть-чуть приподнять мишку от фона и вот здесь тоже можно приподнять этот флажок так и от листа у нас тоже тень поэтому мы под листом как бы тоже делаем тень с правой получается с одной стороны делаем чуть-чуть теневых черточек чтобы у нас тоже все приподнялось и стало объемным вроде плоская и в то же время объемчик присутствует такой вот небольшой мастер-класс то есть как мы будем работать с детишками на мастер-классе ну я буду с ними работать они будут уже готовы наслаждаться такие вот небольшие открытки я туда разрабатываю что можно какие мастер-классы можно сделать с детьми на то есть как бы дети первый раз придут на мастер-класс ничего не знают ничего не пробовали в этой технике да и можно вот такие открытки сразу же сделать здесь опять-таки я поставлю на всякий случай даже если у меня уйдет открытка такое случается иногда настолько нравится что уходят открытки работы я конечно стараюсь следить чтобы не уходило это все в небытие но иногда такое случается кто-то прихватывает иногда детей там порядка 30 не уследишь потому что я слежу чтобы у всех все получалось вот в основном а не то что пропадают материалы или пособие да примеры ну как вам вот такая открыточка такие вот открыточки быстрые буквально но если детей много конечно долго делать в районе часа не больше а если вы сами по себе делаете там не знаю можно минут за 10 сделать наверное мне очень понравилась эта идея предложу детям демон otte расстои демон 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 д況